Знаменитый музей Одесские катакомбы в селе Нерубайское. Они уходят под землю на глубину 12-14 метров. Здесь располагались партизанские отряды и представители бандитской Одессы. Сейчас здесь оборудован экскурсионный маршрут. Однако, говорят местные, у предпринимателя есть свои планы на эту территорию. Это уже есть непосредственно захват территории. Мы не можем проникнуть. Если вы увидите, чуть-чуть ниже, увидите. Вот как раз провод дальше проходит все. И вот проходит этот этаж, который ушел туда дальше. Это экскурсионный маршрут. Вот он полностью закрыт. За этой плотной стеной, по словам местных, оказалось едва ли не треть музея. Поговаривают, что в Нерубайска может появиться либо новая сауна, либо квест-комната. Строительство привлекло к себе внимание еще летом. Но ссоры за сбы выносить не торопились. Надеялись на перемены к лучшему. На тот момент, когда первый раз я сюда приехал, там уже была сделана бетонная лестница, винтовая, спуск вниз. И заграждена часть маршрута. Но она была более глубже там заграждена. То есть туда мы могли попасть спокойно. Теперь же подъему на второй ярус мешает еще одна стена. Бетонной ловушке оказалась вентиляционная шахта. Нарушена циркуляция воздуха. Камень-ракушняк, он в себя сильно питает влагу. Когда была нормальная естественная вентиляция, это все вентилировалось. То есть камень влагу не набирал. Сейчас камень уже начинает набирать. И даже есть места, где с потолка прямо капли висят. Из-за высокой влажности страдает и первая подземная картинная галерея, которая с ноября внесена в Книгу рекордов Украины. Изначально картины планировали разместить на том участке, который сейчас отрезан стенами. Мы планируем увеличивать саму количество картин. Мы планируем их все сейчас изменять, потому что тут агрессивный климат. И мы не можем их все сейчас тут сохранять. И, конечно, мы бы хотели попасть в эту галерею, где мы планировали сначала. Сам предприниматель уверяет, никакого новостроя на территории музея не будет. В законности своих действий не сомневается. На этой всей территории просаживалась земля. Здесь завезено где-то около 100 машин, глины, чернозем. Чтобы устранить этот провал земли, мы убрали эту вентиляционную трубу и завели бетоном в шахту. То есть укрепили здесь стены и укрепили территорию. В ходе общения становится понятно. Никакие экспертизы, скорее всего, не проводились. Документов на руках у владельца рынка тоже не оказалось. Мы перекрыли там к себе уход, чтобы к нам не ходили с той стороны. И там в этом направлении никто раньше не ходил, пока мы не спустились туда. То есть у вас разрешение на какие-то работы? Там получали любое разрешение? Зачем разрешение? Мы укрепили территорию под собой, чтобы не провалиться. Это запрещено или что? Запрещено или нет, уже будет разбираться полиция. Возможные нарушения задокументировала рабочая группа избеляевских депутатов. Заявление написал директор музея. Есть ли будущее у подземных лабиринтов в селе Нерубайское? Репортер продолжит следить за ситуацией. Лилия Гарапашная, Наталья Довбыш, телеканал «Репортер».